Уплата налогов является обязательной процедурой для физических лиц, которые имеют домостроение, имущество, земельные участки, транспортные средства и иные помещения. Оплатить налог за 2022 год необходимо данной категории граждан до 1 декабря текущего года. Многие граждане, которые к нам обращаются, говорят, что они платили за 2022 год, так как у них финансы в марте-апреле 2022 года. Хочу вам уточнить, чтобы вы знали к вашим сведениям, что в 2022 году, в апреле-майе месяце, была уплата за 2021 год налог. А начисление за 2022 год этих налогов, имущественных, земельных и транспортных налогов, производилось в июль, август, сентябрь. И дается вам еще 3-4 месяца до уплаты этих налогов до 1 декабря. Как утверждает специалист, к ним неоднократно поступают вопросы от граждан об увеличении налога на имущество за иные строения. Камильбек Идрисов поясняет, что до 2019 года налог на имущество за объекты недвижимости исчислялся от инвентаризационной стоимости строения, а с 2019-го – от кадастровой. Это повлияло на сумму налога граждан, которые имеют простое домовладение, частный дом, квартиру. Налог уменьшился. А вот за иные помещения, сооружения, которые были выделены гражданам под коммерческую деятельность, налог увеличился в разы. Поэтому здесь удивляться не стоит. По этим вопросам нужно обращаться не к нам, а в кадастровую палату Республики Дагестан. Также представитель налоговой инспекции Касписка затронул тему уведомлений. Многие горожане возмущены тем, что попросту их не получают, и вследствие этого у них образовывается пеня. По нашей базе мы видим, что гражданину, владельцу квартир, домовладения, земельных участков, автотранспорта разуслано уведомление. И в программе мы видим отметку, что она отправлена адресату. А почему уже гражданин не получил, это вопрос уже не к нам. Но хочется сказать вам, согласно налогового кодекса, статья 23, пункт 2.1, налогоплательщики, владельцы вышеуказанных объектов, которые сказали, если не получили никакое уведомление с налоговой службы, они обязаны сами обратиться к нам и написать заявление. Для удобства горожан и организации Федеральная налоговая служба России запустила интерактивный сервис по рассылке на регулярной основе бесплатных смс и имейл-уведомлений о наличии задолженности. Одним из преимуществ сообщения является ежеквартальное информирование о задолженности, контроль состояния расчетов и многое другое. Для того, чтобы подключиться к этому сервису, необходимо заполнить форму согласия. Для этого вам надо явиться в налоговый орган, либо отправить форму согласия по почте, или подать через представителя. А также вы можете воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика. Отметим, что подписка к услуге позволит предупредить риски применения мер взыскания задолженности, обеспечительных мер к должнику и других ограничений. Отказаться от подписки на услугу можно в любой момент. Напоминаем, что по всем интересующим вопросам вы можете обратиться в операционный зал налоговой инспекции Касписка.